Всем привет! В этом видео я расскажу, как сделать такую процедурную, зависящую от музыки, анимацию в блендере. Субтитры сделал DimaTorzok Для этого мы создаем круг, состоящий из определенного количества точек, в данном случае 62. Дальше разделяем грани и сразу же делаем экструд по граням. После чего мы делаем экструд уже по faces, то есть как бы вверх. И вот то, что у нас получилось, мы рисуем как бы линию, состоящую из 14 точек. И с помощью ноды instance on points мы располагаем наш элемент 14 раз. Можно вот, собственно, mesh line, можно сделать сколько угодно, но у меня 14. После чего мы разворачиваем с помощью трансформа ее на себя, чтобы было по иксу на 90 градусов. И вот еще используем ноду realize instances. Это нужно для того, чтобы дальше модификатор, который у нас идет, он работал. Displacement. То есть еще раз разделяет это все, чтобы они потом двигались друг от друга, не зависели. Вот, то есть если его не использовать, то он не будет работать. Потому что тут как бы точки и нужно обратно в геометрию сделать. После чего у нас идет уже со звуком работать. То есть если убрать всю формулу, то же самое в принципе происходит. Но чтобы сделать так, чтобы эти параметры как-то реагировали на звук, я сейчас на примере нового проекта покажу. Нам нужно там создать, например, любой какой-нибудь там, хоть круг, хоть что угодно. И добавить, например, какой-нибудь Warframe. Любое совершенно так. Ой, нет, Warframe, Warframe. Бах. Какой-нибудь параметр можно так автоматизировать. Так, сейчас мы чуть-чуть пошире сделаем. Вот. Мы берем вот, собственно, этот параметр. Тут выбираем Graph Editor. Тихо-тихо. И этот параметр мы собираемся автоматизировать. Ну, то есть ширина. То есть она будет вот так вот дергаться. Ставим точку. Он ставит тут Keyframe. И мы нажимаем Key. И Bake Sound to F Curves. То есть он запечет. Ну, запечет. Просто посмотрит, проанализирует файл. И сделает такую вот, как бы, кривую. По громкости он, видимо, анализирует. Я буду использовать еще один трек этой группы. Замечательная. Я ссылку в описании ставлю. BitHabbit. Вот. Так. Так. Все. Теперь он... Так. Можно сделать, на самом деле, вот так вот. Да. Теперь он будет, в зависимости от громкости трека, будет как-то взаимодействовать эта геометрия. Но мы, если нажмем пробел, ничего не произойдет. То есть взаимодействие идет, но ничего не происходит. Для этого нам нужно подставить трек под Video Editor. То есть вот Video Editing. Только обязательно на первый кадр, не на второй, не на нулевой. Сейчас мы просто перетаскиваем его. Раз. И вот так прямо сюда вставляем. Обратно возвращаемся в layout. Да, я услышу на колонках, что уже идет. Но. Вот, например, когда сейчас в треке будет более что-то агрессивное. Так. Давайте сейчас мы вернемся на timeline. Сделаем, чтобы там было кадров, не знаю, тысячу может быть. Когда будет что-то агрессивное, он будет сходить с ума. Вот когда еще более-менее плавненькое, он нормально реагирует. Ну, если взять куда-нибудь подальше. Сейчас. Вот. Он сейчас будет вообще с ума сходить. Чтобы этого избежать, нужно как-то умножать, делить это значение. Какое-то задавать ему лимиты. То есть. Смотрите так. Сейчас. Ага. Сейчас мы обратно все вернем. Раз. Displace. И, собственно, вот эту геометрию. Вот. То есть у нас уже этот трек запеченный. Он там подставленный. То есть если нажать, все играет. И тут он, как бы, offset scale. То есть насколько они будут расходиться, вот эти штуки. Только чтобы еще не только по одной оси. Вот по x и по y. Это значение меняется, вот видите, зеленым. И вот это значение меняется в зависимости от музыки. Можно задать какой-то определенный map range. Потом добавить текстуру, чтобы это все было вот так как-то более интересно. Это все тоже можно настраивать. Минимальное и максимальное значение. И, собственно, после этого transform, чтобы вот это вот все растянутый такой автобус был получше. А, я еще в середину его переместил. Так, сейчас. Вот. Вот тут если единицу поставить, он будет слишком большой. И тут я просто в конце сделал так, чтобы он был поменьше. И тут можно любые совершенно формулы какие-то математические придумывать. Вот эти вот range. И делать. Тут тоже можно подкрутить всякие разные настройки. То есть, так он тоже будет реагировать. Все это можно крутить сколько угодно. Единственное, что нужно смотреть, чтобы он все-таки как-то реагировал не слишком яростно. Поэтому у меня вот тут даже есть мультиплай. Сейчас обратно верну. Вот. Мультиплай на 0.6. Потому что это, то есть, деление уже. Это не умножение, а деление. Чтобы он не слишком сильно так дергался, можно вообще сделать вот такую тему какую-нибудь адскую. А я сделал, чтобы оно более было выразительное. То есть, меньше единицы. И вот, собственно, такая фигня была. По рендеру там ничего такого особенного нет. То есть, по свету. Просто какие-то два point light стоят. И где-то там еще вдалеке что-то есть. Да, так немного освещает. То есть, ничего такого особенного. Ну вот, я думаю, что все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok